Лучший способ запомнить день рождения своей жены – это один раз о нем забыть. А лучший способ узнать о одиноборстве – посмотреть на его представителей в бою. Приветствую вас, зимбабийские березы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на поединок между мастером Винчун в черных штанах и белой майке против бойца Муай Тай в шортах и с голым торсом. Этот бой мне прислал один из моих многоуважаемых подписчиков. Сам поединок проходил в конце 80-х, поэтому качество видео сами понимаете какое. Тем более я уверен, что такая мега-заруба была неоднократно переписана с кассеты на кассету, как первые советские порнофильмы. Но у нас здесь более серьезные вещи. Где есть мед, там найдутся и мухи, а где дерутся бойцы, всегда найдутся диванные эксперты, которые скажут, что они ничего не умеют. Ведь Брюс Ли в кино раскидывал всех десятками, а пацаны 10 минут рубятся и никто еще не умер. Но вернемся к нашему бою. Я бы сразу хотел отметить бойца Винчун, который в отличие от множества своих коллег, которые в реальном бою начинают использовать обычный уличный махач с элементами бокса, действительно демонстрируют технику Винчун, как на тренировках. То есть он набегает на противника с множеством коротких прямых ударов, затем клинчует за голову и пробивает колени по корпусу, что в принципе по идее должен был делать боец муай-тай. Представитель тайского бокса в свою очередь пытается пробивать лоу-кики и мидл-кики, которые малоэффективны и также периодически входят в клинч, пробивая колени. Я бы, как настоящий домашний эксперт, хотел сказать, чего не делает представитель муай-тай, а должен был быть в данном поединке делать. Во-первых, он вообще не бьет джебы, то есть не встречает левым прямым, что в поединке с таким противником, который постоянно лезет вперед, используя короткие прямые, было бы сверхэффективно. И это уже не раз было доказано в подобных поединках. Вместо джеба тайец просто уходит в глухую защиту и дает себя бить и клинчевать. Во-вторых, он ни разу не использовал фронткик, то есть прямой удар ногой, что в данной ситуации тоже было бы гораздо эффективнее, чем лоу-кики, ведь так можно было бы просто останавливать атакующего соперника в живот, не давая сближаться и бить. А лоу-кик в такие моменты просто не успевает разогнаться и удар получается в никуда. Ну и в-третьих, нужно было больше бить по корпусу, учитывая стойку и характер атаки бойца Винчун, который держит руки высоко и сам бьет только в голову тайцу. Из хорошего у бойца муай-тай мы видим оверхенды с поджопы правой рукой, которые достигают головы Винчуиста и пару раз неплохо его потрясли, а также клинч, в котором тоже пару колен долетело, но этого недостаточно для такого боя. В порядочных людях больше всего нуждаются подлецы, а в хороших бойцах – зрители. Теперь я хотел бы поговорить про мастера Винчун. В этом бою он выбрал отличную тактику, постоянно поддавливая тайского боксера и выбрасывая кучу прямых ударов руками. Я не могу их назвать многоударными комбинациями, так как Винчуист просто выбрасывает кучу одинаковых прямых, но в данном бою это эффективно, ведь противник очень много этих ударов пропускает, особенно когда пытается ударить ногой. А кунг-фуист в этот момент сближается и бьет в голову. Также боец Винчун хорошо заходит в клинч и пробивает колени в живот. Правда он не дорабатывает в клинче, как мы привыкли это видеть в профи боях муай-тай, а после пары ударов отпускает соперника, но в его случае это более практично, ведь он потом сразу насыпает прямые. Как в нашей стране есть одна вещь, которая хорошо организована, и это преступность, так и в ринге должна быть хорошо проработана выносливость. А пока я разглагольствовал по поводу бойцов, они подустали, но боец муай-тай явно подсел гораздо больше. Лично меня удивило то, что представитель Винчун выглядит гораздо свежее. И это несмотря на то, что он весь бой отработал первым номером и выбросил гораздо больше ударов, чем соперник. А нас с вами постигло очень неожиданное окончание боя. Боец муай-тай после удара ногой сам упал от усталости, которая, конечно, пришла благодаря сопернику, который нанес очень много точных ударов в голову. Но как именно закончился бой, не совсем понятно. Или таяц уже не смог продолжать поединок, или рефери остановил бой, или его угол выбросил полотенце, или просто закончился раунд, а с ними весь бой. Но по сути-то это и не важно в этом поединке. Как ни крути, однозначно победил представитель Винчун. Хоть по очкам, хоть досрочно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам бой и какие экспертные советы можете дать. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Обмазывающий сень! Начинаем! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Старил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз. Ничего не успевайте. Это убитка. Арь – нет. Смотрите. Продолжение следует...